Воркшоп под названием «Марш по набережной» завершился. Всю предыдущую неделю московские и местные архитекторы вместе с жителями создавали проект благоустройства Московской набережной в Чебоксарах. О том, что из этого получилось, Ольга Пырочкина. Поведенческие, поведенческие. В этот промежуток уже мамы входят и так далее. Воркшоп «Марш по набережной» начался с того, что в Большой зал Чебоксарской администрации пригласили всех желающих горожан. Они могли поучаствовать в создании проекта вместе с архитекторами, высказать свои идеи. А главное мнение о том, чего сейчас не хватает нашей набережной. Невозможно спуститься к набережной. Это очень крутой спуск. Он реально проходит в лесу. Очень тяжело спускаться и очень тяжело подниматься обратно с детьми. На месте набережной, в том месте, которое мы сейчас обсуждаем, были исторически так называемые Геронтьевские пустыни. С этого начинались Чебоксары. Дело в том, что Геронтьевская пустыня была построена во избавление города от чумы. На месте Геронтьевской пустыни сохранился источник. Вокруг них, конечно, было бы здорово что-то воссоздать в виде часовни. Перед местными и московскими архитекторами из лаборатории «Марш» стала непростая задача. Постараться учесть все услышанное и облачить все желания в конкретные формы. Работа над этим продолжилась в «Чуваш-граждан-проекте». Акцент мы, как всегда, сделали на пожеланиях горожан. К примеру? К примеру, можно сказать, что это участки статичного отдыха, такие как амфитеатры. Также мы решили использовать активность в воде, то есть водные такси. Результат недельного труда представили в минувшую субботу. Мы хотим, чтобы на этом берегу было чем заняться. И были разнообразные занятия, удовлетворяющие различных пользователей. К примеру, на месте, где раньше располагался яхт-клуб по проекту, появятся зоны экстремальных видов спорта с кайт-станцией. А у спуска от парка «Пятьсотлетие» проектировщики предложили сделать летний амфитеатр. Мы предлагаем использовать рельеф, сделать амфитеатр, где можно проводить разные выступления, лекции, еще что-нибудь. Зимой к традиционному кайтингу и лыжам архитекторы предлагают добавить зону с катками, а греться в теплых зданиях кафе. Главная же проблема спуска решается не с помощью лестниц, а в виде прогулочных маршрутов с определенным комфортным уклоном. Это можно сделать, прокладывая спуск зигзагом по рельефу. Что касается мнений горожан по поводу результатов проектирования, то они расходятся. Спасибо главному архитектору города и ребятам-проектировщикам за то, что подарили надежду на то, что вот эти прекрасные картинки из будущего могут на самом деле радовать всех горожан. Эта тема, тема обсуждения и работы, она отстала года на три, по крайней мере. Почему? Потому что в настоящее время я, как житель города, наблюдаю то, что набережная практически уже в стадии завершения. Это та же самая набережная, что и была у нас, только в более дорогостоящих материалах. Ничего из созданного разрушаться не будет, обещает главный архитектор города. Вот этот вот результат, он результат промежуточный. Это концепция. Концепция, на основе которой после проведения сегодняшнего обсуждения, после проведения градостроительного совета, мы должны составить техническое задание. И техническое задание на разработку рабочей документации. Так или иначе, проект планируется реализовать до 2019 года. Во всяком случае, так указано в информационном бюллетене проекта. Ольга Пырочкина, Александр Петров, Республика.